Сегодня хочу перевести небольшую лекцию нарцисса, самопроизошенного нарцисса профессора Сэма Вагнина о том, что произойдет, если вы бросите нарцисса первым на этапе идеализации и не дадите ему пройти цикл идеализация, обесценивание, утилизация и так называемую сепарацию. Меня заинтересовало это видео, это видео было размещено несколько дней назад, 4 недели назад, и называется это видео, ну я дала ссылку внизу. Меня оно заинтересовало тем, что оно практически слово в слово рассказывает то, что нам в течение года рассказывал the nameless narcissist, наш нарцисс Денис, что собственно с ним происходило. В начале этого видео он рассказывает разницу между нарциссической травмой и морцификацией. Так вот, Сэм Вагнин говорит, что нарцисс живет фантазией, и вы для него некая такая фантазийная мать. Ну я это называю такая фея крестная, да, то есть ребенок придумывает образ как бы новой феи, новой матери, то есть альтернативная мать, фантазийная. На известном форуме нарциссов один нарциссический, один мальчик, может быть даже и не мальчик, но не важно, он писал, кстати, что я хочу себе, вот у меня есть фантазии, моя мать плохая, я хочу найти новую мать, какую-то космическую. Вот это и есть идея феи крестная, которая описана в сказке Золушка, что вот новая альтернативная мать. И нарцисс постоянно ищет эту мать, но и он заставляет вас соответствовать вот этому придуманному образу, то есть он вам придумывает какую-то роль, и вы должны ей соответствовать. Если вы не соответствует, он вас заставляет с помощью насилия, манипуляций, террора, игнора и так далее и тому подобное соответствовать этой фее крестной, потому что именно это он хочет. Потому что он берет же идентичность с вот этой феей крестной, если это фея крестная, и он постоянно хочет найти эту фею, он не может найти, потому что их не существует, но он же не знает, что он не существует. Этот человек живет в постоянном когнитивном искажении. Так вот, если он встречает женщину здоровую, либо нарциссичную, такую же нарциссичную, которую тоже подавайте мне тоже, фею крестную, и тогда они сталкиваются, их начинается конфликт интересов, здоровая женщина, если он, ну или мужчина, да, нарцисс встречает здорового партнера, он скажет, не-не-не-не-не-не, здоровый партнер его отвергнет, и тогда у нарцисса будет нарциссическая травма. И вот он сказал, что разница между нарциссической травмой и нарциссическим умерщвлением, что нарциссическая травма приводит нарцисса в состояние пограничности, его грандиозные защиты. Он первым делом, когда происходит нарциссическая травма, вот это его ложное «я» начинает вырабатывать еще большие защиты, он становится еще более грандиозным, он становится практически в шизофренический бред, то есть у него начинается чуть ли не бред величия при шизофрении. То есть у нарциссов часто могут быть такие эпизоды шизофрении, да, то есть временные, а могут быть и постоянные. То есть он усиливает свои защиты, и он начинает, может, нападать, потому что для нарцисса агрессия, проявление агрессии – это проявление своей силы и своего всемогущества. Это если бы вы его отвергли и не стали публично унижать. Но если бы вы там, например, отвергли его очень демонстративно, как это отвергают, например, это если бы он встретил нормальную, например, женщину, которая просто воздержалась от отношений с ним. Но если он встретил нарциссичную такую даму, которая нанесла ему нарциссическую травму, а нарциссы могут нанесить другому нарциссу очень сильные травмы, то тогда происходит мортификация, то есть умерщвление ложного я, ложное я распадается, в этом состоянии они уходят за пояс, за гул, могут в шизофрению, и тогда они могут оставить вот это ложное я и сформировать новое. В этом состоянии они даже способны на самоубийство. Так вот, в чём он, что сказал Сэм Вакнин? Что, когда вы начинаете нарцисса отвергать на этапе идеализации, его ложное я, естественно, входит в это самое, и тогда он начинает вас воспринимать не как волшебную фею, а как настоящую мать. И это, я вот от себя добавлю, да, когда он начинает вас воспринимать как настоящую мать, об этом говорил нарцисс Денис, я начинаю воспринимать этого партнёра не как внутренний объект, не как часть моей фантазии, а как внешний объект. То есть он делает, и это очень редкое явление в жизни нарцисса, встретит такие ситуации. Об этом я вот немножко описывала в «Мастере Маргарите», да, потому что то, что описывает Булгаков, очень похоже на то, что описывает Сэм Вакнин. Вот это проекции, перенос родительской фигуры, вот это вот ландшафт, нарциссический ландшафт вот этих фантазий, что нарцисс – это религия, он постоянно себе придумывает какую-то религию в голове, вот культ личности, культ какого-то вот этого Воланда у него в голове, который его контролирует. И что произошло? Маргарита отказалась. Она ему дала понять, что она защищает свои интересы, у неё сильные границы, что она не будет вести. Что он делал? Прежде всего, он начал обесценивать её цветы. Она показала, что она не собирается идти у него на поводу, то есть быть вот этой феей крёстной. И тогда он перенёс на неё родительскую фигуру. Что здесь происходит? Вот смотрите, с Маргаритой, вот с точки зрения психологии, Булгаков описал всё очень чётко. Маргарита. И это, кстати, международным нарциссом Денисом и нарциссаром об этом говорил. Возможно, у нарцисса с жертвой может быть взаимная травматическая связь. Не только у жертвы может быть к нарциссу травматическая связь, а мастер нанёс ей травму, он её сразу начал обесценивать, но и жертва может нанести нарциссу очень сильную травму. И тогда что происходит? Жертва, если она находилась в невротическом уровне, она переходит на пограничный уровень, то есть она становится, как человек немножко с расстройствами личности, то есть она уходит в фантазии и так далее. У неё, многие как это описывают, у меня начался нарциссический морок, провалы в памяти, какие-то тревожные состояния, состояние непонятной эйфории, смещающейся, перемежающейся, как будто, говорит, вот это вот пелена, пелена и вот какой-то морок. А что происходит с нарциссом? Если нарциссу нанести травму, он уходит в шизофрении, в общем, что, собственно, и произошло с мастером. Он ушёл в шизофрению, то есть у него произошло ухудшение, алкоголизм, шизофрения и так далее. Сейчас это происходит, кстати, с нашим нарциссом Денисом, вот это The Nameless Narcissist. Ладно, вернёмся к Сэму Вагнину. Такое ощущение, что вот Сэм Вагнин просто по нарциссу Денису писал вот это своё эссе. Так, если вы отвергаете, не хотите соответствовать его фантазии, вмещаться в эту фантазию, вы для него становитесь настоящей мать, то есть у него начинаются объектные отношения с матерью. А если вы настоящая мать, а не вот эта фея крёстная, то он от вас, собственно, не ожидает каких-то волшебств, потому что от феи он ждёт, что вы сделаете его сказку былью. А вы тут настоящая мать, вот эта материнская фигура, и сепарироваться. И у него появляется возможность так называемой сепарации. И вот мастер пытался использовать Маргариту для того, чтобы отсепарироваться. И ему как-то вот это удалось. Ну, потому что там ему Маргарита договорилась вот с этим Воландом. А Воланд представлял вот этот как раз вот этот внутренний нарцисс. У нарцисса живёт какой-то вот друг, с которым он постоянно общается. Их может быть несколько. Кстати, у нарцисса Дениса, он говорит, у меня их несколько, да. Нарцисс Сара говорит, что у меня один монстр, он такой монстр, который указывает, что делает. Ну, в общем, это целый культ личности. Там со своей структурой они там советуются, у них там свой совет, у них там своя богиня, Харе Кришна, Харе Рама. Там целая церковь выстроена. И вот как-то Маргарите удалось договориться с этой мафиозной структурой, которая сидит внутри нарцисса. Обычно такого не происходит. Дальше. И он, значит, что делает нарцисс? Он здесь рассказывает, что у него вот эти усиливаются защиты, он может становиться агрессивным, он может нападать и так далее. Он вот эти все подавленные негативные эмоции выходит, он может мстить без всякой там причины. Страх, вот эта зависть выходит на поверхность. Но если вы его публично там как-то оскорбили, то он может действительно сильно мстить. Видите, он может делать безумные, безрассудные поступки и так далее. И он вас как бы превращает в первичный объект. Но здесь еще, смотрите, здесь есть такой нюанс, который я хочу пояснить. Если вы просто встретили нарцисса и его просто отвергли, он вас просто тут же забудет. Очень важный момент, чтобы сформировалась травматическая связь и жертва, и нарцисс, и у нарцисса, и у жертвы, и жертва, и нарцисс должны послать друг другу два взаимоисключающих послания. Я тебя люблю, но ты меня в чем-то не устраиваешь. И то же самое, и жертва должна послать нарциссу такое послание. Ты мне нравишься. То есть должны быть два взаимоисключающих послания. Ты мне нравишься, но меня что-то не устраивает в тебе. И очень важный момент. Это должно произойти в самом начале отношений. Если вы в начале отношений будете принимать эту любовную аббардировку, сотрудничать с его ложным эго, то потом вы не сможете это все перестроить. Это должно произойти в самом начале. Потому что интроект он делает с самого начала. После этого вы этот интроект трудно измените. Вот он ее сразу заинтроектил как мать настоящую. Реальную, а не ту фантазийную. И поэтому у него случилось, как он описывал Булгаков, что любовь как убийца. Вот это и есть как травма. Потому что нарцисс, в отличие от жертвы, и это говорил тоже Сэм Вагнин, ищет не любви, он ищет способ существования. Потому что он не существует. И он хочет найти женщину, которая сделает его кем-то, чтобы он мог существовать. Потому что он не чувствует, что он существует. Вот. Далее, что говорит? Вот он говорит, что вы клон матери его настоящей. И вы его ретравматизируете. То есть происходит ретравматизация, и это как раз образуется травматическая связь. И он склонен к диссоциации. Грандиозность его может усиливаться в этой ситуации. Защита усиливается. Ярость. И когда вы уходите, ваш образ интроекта в его голове остается идеализированный. А вы ушли. И нарцисс начинает вас преследовать, вас, так называем, пылесосить, вас пинговать для того, чтобы вас вернуть в отношения. Потому что вы стали вирусом в его голове. Вы остались идеализированы. И плюс еще идеализированы не какой-то феей. Образ феи можно перенести на многих. А вот образ реального родителя очень тяжело. И нарцисс Сара об этом говорила, что нам очень тяжело найти человека, который соответствовал бы нашему реальному родителю. потому что это погружает нас в детство. Это происходит регресс психики в детское состояние. Это очень сильно, это практически наркотическое состояние. В этом и состоянии и нарциссы, и пограничники, и жертвы испытывают регресс, когда происходит регресс психики в детское состояние. Это не совсем травматическое расстройство, которое вы попали в аварию, у вас травматическое расстройство. У вас, да, возможна эйфория, травма всегда вызывает эйфорию, как компенсация на стресс и на боль. Но здесь еще и возможность восстановить, пережить какие-то детские отношения, пережить детские чувства. А так как нарцисс испытывал реальные чувства только в детстве до травмы, а вы, ретравматизировав его, возвращаете в состояние детства в тот момент, когда он был ретравматизирован, он начинает испытывать очень сильные эмоции. И нарциссы очень от этого, не все, конечно, но может процентов 10, это нарциссы, у которых очень сильная такая пограничная часть. Это нарциссы, у которых нарциссизм стал появляться на очень поздних этапах. У него уже это не вот эти шизоиды, которые живут в своих книжках, учебниках, им вообще никакая ни любовь, ни секс не нужен, оставьте меня в покое. Они эмоционально инвестируются в деньги, в работу, в карьеру. А есть нарциссы, которые, вот нарциссизм у них пошел на очень позднем этапе, и они очень похожи на пограничников. Это вот Сара и Денис больше похожи. И вот мастер, это тоже был очень похож на пограничника. Видите, Маргарита его затравматизировала, что он попал в психушку. Он говорит, видите, у меня галлюцинации пошли, вот видите, он пошел в эту компенсацию, компенсация у него пошла. Так, и вот он ищет, чтобы восстановить поврежденную грандиозность. Нарцисс нуждается в вас, вам нужно вернуть и убедить, чтобы поддержать этот внутренний объект, который вы представляете в его мозгу. Поэтому преследует. По-другому опишу. Для ребенка, для нарцисса и вообще людей с расстройствами личности, все объекты являются внутренними, да, вот его фантазии. И он не может от них отсепарироваться, потому что они внутренние. Потому что вы не можете отделиться от фантазии своей. Для того, чтобы отделиться от матери, ее нужно сделать внешним объектом, перенести вот этот внешний объект матери на реальную фигуру, переиграть сценарий и отсепарироваться от нее. Как это сделать? Сепарация – это, в принципе, выход из внутреннего объекта во внешний. То есть в реальность, выход из фантазии, взросление человека и сепарация происходят, это когда вы выходите из детских фантазий в реальность, становится реальным. И начинаете принимать объекты такими, какие они есть, то есть без всяких идеализаций. А нарцисс не умеет воспринимать объекты такими, какие он есть. Он все через свою фантазию перекручивает, через вот эти когнитивные искажения. И также у него травма, тревога покинутости возникает, и он хочет вас вернуть. Что он делает дальше? В этой ситуации он говорит, чтобы снять вот эту тревогу, которая связана с своими движениями, он принимает два решения. Это одно внутреннее решение. Это она меня бросила, потому что я ее вынудил. А второй внешнее, она меня бросила, потому что она нарцисс. И, кстати, они могут ходить и рассказывать по всяким форумам нарциссическим, что вот меня какая-то нарциссиха бросила, она меня специально манипулировала, она меня там продинамила, она там пикаперша злобная, а я такая жертва. Ой, она бы любого, у нее таких целое кладбище, трубов. В общем, она злобный монстр. А второй вариант – это я ее вынудил и так далее специально. И он начинает искать себе другую подходящую жертву. Вот такого плана. Нарцисс Сара говорит, что я жертву, которую именно похоже на реального родителя. Ей 50 лет, она, говорит, два раза только встречала. А вот таких вот, которые переходящие, которые похожи на фантазию, таких очень много. И он говорит, что нарцисс вынужден искать другую. Он говорит, вы можете меняться, но и вот этот внутренний объект, вот эта волшебная фея, которую нарцисс ищет всю жизнь и не может найти, и он ее никогда не найдет. Потому что это волшебная фея, так же, как и его, его грандиозности не существует. И он может высвободиться от своего нарциссизма, от своего грандиозности, если он сможет перенести образ матери на реального человека, и прорюбить его реальным таким со всеми недостатками и достоинствами, которые есть. Вот как это сделал мастер. Каким-то волшебным образом. И только тогда нарцисс может взять свою идентичность не от этой волшебной феи из сказки, а от реальной женщины. Но вот как-то должно быть что-то произойти волшебное именно внутри нарцисса. Потому что в нарциссе, в мастере Маргарите, все-таки инициатива разрушения всей вот этой конструкции... Да, Маргарита сожгла всю вот эту конструкцию ложную. Но инициатива шла от вот этого Воланда. А Воланд – это вот эта внутренняя структура, предмет ландшафта нарцисса. Это тот, кто его... предмет... часть его культа, культа личности. Вот это... это самая настоящая нарцисс, это секта. И вот эта вот свита, Воланда – это и есть вот эта секта, которая управляет нарциссом. Анатолий Продолжение следует...